Глава 31 Тело касается горячий воздух, пахнущий раскалённым металлом и углями. В черепе сверкают искры сознания, будто высекаемые ударами кремния о кремень. Орландо застонал и с натугой поднял веки, а глядел прямоугольные за стенок, жаровни перед собой, забитые упунцовыми углями, из которых торчат железные прутья. Рядом стоит лоснящийся потом толстяк в кузнечном переднике. Насвистывая поднос, поправляет кожаные рукавицы. Орландо опустил взгляд и только сейчас осознал, что абсолютно голый. Руки раскинуты в сторону, натягиваемые цепями, спина прижата к холодному камню. На ногах деревянные колодки со свинцовым грузилом. Кожа на груди покрыта розовыми полосами, едва заживших ран. «Какой чудесный день! Какой прекрасный день!» Мурлыкает по одностолстяк. Закончив с рукавицами, взял один прут и поворошил угли. К потолку взметнулись оранжевые искры, похожие на рой мошкары. Палач довольно прицогнул языком и поднял раскаленную железку на уровень лица. Плюнул и широко улыбнулся, заслышав короткое злобное шипение. «Правда хороший!» Просипел Орландо над треснутым от жажды голосом. «Что-то незаметно!» Толстяк развернулся, едва не выронив прут. Улыбка расползлась на половину лица, открыв желтые зубы с черной каемкой у десен. Шагнул к пленнику, поигрывая железякой. Раскаленный конец смазывается в спертом воздухе, оставляя исчезающий шлейф. «Разве? День великолепен, дружок! Впервые я так долго могу с кем-то веселиться!» «Чего?» «Обычно людям рот спустя пару дней. Женщины держатся дольше всех. Удивительно. А вот мужчины – сплошное разочарование. Хуже только дети и старики. Но ты... О, ты другое дело. На тебе так быстро всё заживает, что я не успеваю придумывать, что делать дальше. «Я смотрю, ты любишь свою работу». «Конечно! Как можно не любить свою работу? Зачем тогда вообще работать?» «Человек, пашущий на нелюбимой работе, глупец!» «Был у меня приятель, так вот он работу выбрал не по сердцу. И знаешь что?» «Что?» «Помер!» «А это нелюбимая работа?» «Почти! В подворотне зарезали!» «Какая поучительная история!» Робар мотал Орландо, тайком напрягая руки и проверяя кандалы на прочность. «А то! Любил бы работу, так задерживался бы на ней, как я, и не попал бы в тот переулок!» «Дай воды, а то в горле пересохло!» Толстяк активно замотал головой, подкрепляя взмахами свободной руки. «Не положено! У нас тут пыточная! Значит, тебе положено страдать!» «А как мне тогда кричать от боли?» Притворно поразился Орландо. «Ты же слышишь, едва говорю». «Ха, и то верно. Если преступник не кричит, значит я плохо работу делаю. Непорядок!» Палач вернул пруд в жаровню и, тяжело переваливаясь ноги на ногу, удалился из-за стенка. За дверью раздались неразборчивые голоса, зашумели шаги и вскоре Толстяк вернулся с ведром. Походя, выплеснул на пленника половину. Орландо застонал и обвис в цепях. Толстяк подошел в упор и позволил напиться. Парень жадно глотает, вода стекает по подбородку на грудь, плещет на пол. Закончив, вскинул голову, тяжело дыша и фыркая. Палач отставил ведро, вернулся к жаровне и начал ворошить угли, напивая поднос. Отдышавшись, Орландо поднял взгляд и спросил. Так зачем будешь пытать? Работа у меня такая, с улыбкой ответил Толстяк. В голосе играют мерзкие нотки, будто объясняет умственно отсталому. Ну это понятно, но ради чего? Что хотят узнать? Халиф велел пытать, а остальное меня не интересует. Неясно. Пробормотал Орландо, взглянул в глаза палача и сказал. Хороший ты человек, честный и трудолюбивый. Да, я такой. Отведел Толстяк, лучезарно улыбаясь. Тебя убью быстро. Палач покачал головой, а улыбка померкла. Прошипел, отходя к массивному столу в другом конце комнаты. Харахорься, харахорься. Мне вот всегда было интересно, как долго человек выдержит раскаленные иглы под ногти. Вот сейчас опроверю. Вернулся с целым набором тончайших игл разной длины и формы, от одного вида которых у Орландо свело живот, а сердце заколотилось с утроенной скоростью. Палач положил иглы на край же ровнее, дождался, пока кончики запунцевеют, взял одну и пошел к пленнику воркуя. Начну, пожалуй, с мизинцев на ногах. Как тебе идея? Орландо не ответил, сцепил зубы и напрягся, как для рывка. Не помогло. Боль пронзила до затылка. Скрутила хребет, как сочный стебель, до хруста. Вопль вырвался сам по себе. Парень забился в цепях, только усиливая агонию. Палач засмеялся, потянулся за новыми иглами. Тонкий запах поджаренного мяса пронзает мозг. Спустя час Орландо потерял сознание, но почти сразу очнулся облитый ледяной водой под булькающий гопот. Поднял голову и взглянул в довольное лицо мучителя. Парень прохрепел. Хребет холод, вгрызается в тонкие кости и растекается по телу тонкими нитями. Орландо сипло засмеялся, вперил взгляд в поросячьи глазки. Сказал ровным от ярости голосом. Тебе же будет лучше удавиться прямо сейчас. Дверь заскрипела и отворилась. В камеру вошел мужчина с темно-бронзовой кожей, одетый в черную ткань и маску, скрывающую нижнюю часть лица. Шагнул в сторону и прижался к стене, не спуская с Орландо взгляда. Парень поднял голову. Глухо звякнули толстенные цепи, выворачивающие руки и прижимающие к стене. На шее стальной обручь с шипами внутрь, скрепленный цепью с кандалами на ногах. Следующим в камеру вошел халиф. Орландо узнал его по башмакам с золотым узором. Одежда украшена драгоценностями, подчеркивает ширину плеч и узость талии. Ухоженная борода опускается до груди, а волосы зачесаны назад и влажно блестят. В каждом движении сквозит властность и уверенность. Орландо ошибался. Халиф ниже гвоздоносца. Даже ниже самого парня на полголовы. Правитель остановился в двух шагах, с брезгливостью оглядел пленника и заговорил, заложив руки за спину. Ты довольно занятный человек. Пожалуй, самый интересный из всех встреченных мной. При других обстоятельствах я бы с удовольствием пригласил тебя и послушал истории о приключениях, отдыхая от государственных дел. Лестно, просипел Орландо. И что мешает? Война. Ты, наверное, не знаешь, но на другом конце страны беснуются войска кафиров. Захватывают города, вырезают население и очень мешают торговле. Сочувствую. А я тут каким боком? Все очевидно. Твоя голова гарантирует мир и даже нечто большее. Орландо дернулся в цепях, а Бхасингарри отошел от стены, хватая за кривой нож на поясе. А раз я такой ценный, то зачем бросил меня в пыточную? Ты не находишь в этом крайней тупизны. Халиф без замаха хлестнул тыльной стороной ладони. Орландо оскалился, непроизвольно отвернувшись. На щеке появились свежие царапины от перстней. Не забывай, с кем говоришь, червь, прочеканил Халиф, брезгливо отряхивая кисть. Смерть вецом. Новый удар куда сильнее, но Орландо только засмеялся, сплевывая кровь с разбитых губ. Начал подниматься, цепь натянулась, выворачивая плечи до хруста. Парень выгнул шею, заглядывая в глаза Халифа. Шипы обруча впились в кожу и на грудь закапала кровь. Ты ведь знаешь, кто я. Ты знаешь, что я сделал. Не можешь не знать. Так что я даю тебе последний шанс. Отпусти нас или умрешь, как и все, кто мешает мне. Халиф ударил, вложив в кулак всю силу и вес, сверху вниз, как молотом. Ноги Орландо подкосились, и парень обвис в сыпях, сверля правителя полным ненависти взглядом. Ты не в том положении, чтобы ставить условия, прорычал Халиф, ухватив парня за волосы и потянул. А лучше скажи, как снять кольца, иначе пытки продолжатся, ведь в них причина твоей живучести. И я прав? Сам догадался, прохрепел Орландо, горло перехвачено ненавистью. Альц собрал совет из мудрецов, я бы отрезал тебе руку, но риск слишком велик. Говори, как их снять, иначе пытки продолжатся до приезда понтифика. Пленник зашел со смехом, лицо Халифа исказило гримасса, отчего нос стал похож на ястребиный клюв. Спрыгнул под ноги, целясь в расшитый золотом башмак и сказал, а я могу сказать, где я их взял. Думаю, там еще парочка таких найдется. Хочешь узнать? Говори. Халиф стиснул кулак до треска волос. Орландо ощутил, как целый клок оторвался. Заглянул в полные бешенства глаза, едва сдерживаясь мешок, заговорил. В славном городе Корс-Гатор, я думаю, тебе известно о нем. Там аж не владыка, лизал мне собаки, прежде чем отдать кольца. А вот тебе такой чести не видать. Халиф отшатнулся, выпустив Орландо. Лицо побледнело. Огнев в глазах сменился ужасом. Из пятерни на пол выскользнул клок волос. Пленник вновь зашелся хохотом, наблюдая, как грозный владыка убегает из камеры. Голова чашется. Кольца заставляют прорасти новые волосы. Много позже в камеру вошел толстяк-палач, обвешанный инструментами самого жуткого вида. Покачал головой, прикрывая за собой дверь и сказал, поворачиваясь к жертве. Зря ты так с Халифом. Теперь тебя пытать буду до самого утра. А у меня, между прочим, выходной. И оказалось, ты любишь свою работу. Отдыхать я люблю не меньше. Да, семья должна видеть отца хотя бы раз в неделю. Сочувствую. Наигранно сказал Орландо, сокрушенно качая головой. Ты случаям моих спутников не навещал второго Франка и мальчишку слова. Хм. Протянул толстяк, скребя подбородок и поднимая взгляд к потолку. Франк был, но он скучный. Только ноготь сорвал, он в обморок грохнулся. А мальчишка рыкнул Орландо. Палач мотнул головой. Нет, детей, к сожалению, сейчас нет. Правда, у Халифа гасит какой-то знатный слав, но я его не видел. Значит, только одного мучил. Выдохнул Орландо. Считай, что тебе повезло. Это с чем? Убью только тебя, семью не трону. Толстяк поджал губы, достал два мясницких крюка и двинулся на Орландо, глядя на ребра. Глава 33. Наступила ночь. Орландо ощутил это по тягучей тишине, заполнившие коридоры тюрьмы. Слышно, как за стеной капает вода, а мимо двери раз в полчаса проходит охранник. Шагает тяжело, прихрамывая на левую ногу. На поясе позвякивает связка ключей, а если прислушаться, можно различить характерный шорох ножа на штанину. Шум капель давит на сознание, терзает горло жаждой. Ребра болят, но рано затянулись, оставив рваные полосы розоватой кожицы. Орландо еще чувствует металл на костях, скользящие за скрежетом и хрестом. Следующий день обещают быть не лучше. Парень напрягся, цепи тяжело звякнули, а браслеты впились в запястье. Шипы ошейника расцарапали шею, а выставила кровь. Это будет больно, просипел Орландо под нос. Охранник вздрогнул, услышав приглушенный чувак за дверью одной из камер. Остановился, гадая, послышалось или что-то случилось. Приблизился к двери и рывком сдвинул заглушку окна, заклинул внутрь. Пленник висит на цепях, безвольно склонив голову, так что волосы сальными космами скрывают лицо. Охранника крикнул, и пленник тяжело поднял взгляд, с явным трудом сфокусировался и сплюнул. Страж выругался и, захлопнув заглушку, побрел дальше. Ранним утром в камеру позевывая вошел толстяк-палач с подносом еды, крайне мерзкого вида, скорее похожий на разваренные водоросли, приправленные помоями. «Доброе утро», бодро рявкнул толстяк. «Как спалось? Готов продолжать?» «О, я вижу, что готов!» «Сейчас перекусим и начнем!» Пум подошел, поставил поднос на пол и, наклонившись, заглянул в лицо пленника. Улыбнулся, увидев сонный взгляд, испекшиеся губа, подернутой корочкой крови. Орландо поднял голову, мотнул и спросил хрипло. «Эй, а хочешь фокус покажу?» «Если понравится, освободишь меня!» «Что, языком веревку в узел завяжешь?» со смешком ответил палач, похлопав по связке ключей. «Не, это очень сложный фокус!» «Ну-ка, ну-ка!» Толстяк сел на корточке, накрыв колени брюхом, подпер подбородок кулаком. Орландо поочередно склонил голову к плечам, выдохнул и левая ладонь, влажно чмокнув, выскользнула из кандалов, ухватила палача за ухо и рванула к себе. Тот вскрикнул, попытался отскочить, но потерял равновесие и со всего маха налетел лицом на лоб Орландо. Хрустнула, брызнула кровь. Вторая рука с хрустом вырвалась из кандалов, ладонь сложилась в трубочку. Обхватила мучителя локтем за шею, сдавила, прижимая. Палач захрипел, замахал руками, стараясь ударить в лицо, дважды попал, но Орландо, проигнорировав, усилил давление, пока толстяк не затих и мешком не опустился на пол. В последний момент парень сорвал с пояса связку ключей, торопливо разомкнул ошейник и оковы на ногах. Повалился на пол, шипя от боли, затряс кистями, вправляя вывихнутые пальцы и сломанные кости. С тоской взглянул на миску баланды, перевернувшуюся от судорожного пинка и расплескавшую содержимое ополу. «Ну и ладно», – пробормотал Орландо. «Не больно-то и хотелось». Желудок протестующе забурчал, заерзал, вгрызаясь в ребра. Орландо поднялся, хватаясь за стену, привалился плечом и поднял ладонь к лицу. Кольца крутятся, вспыхивают отдельные символы, холод пронизывает плоть. Внутри руки двигаются жилы, осколки кости встают на место, скрепляются. Пальцы подергиваются, вправляясь влажными щелчками. Парень зашипел, перебарывая острую боль, согнулся, приложив руку к груди. Замер тяжело душа, на лбу выступил холодный пот. Выждав несколько минут, глубоко выдохнул и подхватил палача подмышки, кряхтя поднял на ноги, привалил к стене и прижал плечом, начал защелкивать кандалы. В коридоре появились шаркающие шаги. Орландо оглянулся на дверь, набрал полную грудь воздуха и заорал. Охранник прошел мимо. Орландо подтащил табурет и с шумным выдохом сел, блаженно улыбнулся, наслаждаясь отдыхом. Перевел дыхание, снял с фартука толстяка инструменты, положил на столик рядом. Прикрыл глаза и принялся ждать, балансируя между сном отремой. Палач зашевелился вяло, как червяк на солнце, и тут же получил скатанную тряпку в рот. Замычал, выпучив глаза, забился в цепях, глядя на Орландо круглыми глазами. «Я ведь предупреждал», – прохрепел Орландо. «Стоило прислушаться». Парень вслепую взял со столика нож с коротким, тонким и загнутым лезвием, покрутил перед глазами и хищно улыбнулся. «Слушай, толстячок, у тебя еще есть шанс. Вот какой я добрый. Где мое оружие и где мои спутники? Говори, возможно, я оставлю тебя. Поговори тихо, иначе…» Орландо красноречиво повел жутким острием по воздуху у брюха палача. Свободной рукой вырвал кляп. «Я, я все расскажу», – затороторил палач. «Франк в конце коридора, а мальчишка, я, я не знаю, клянусь!» «А меч?» «Не знаю», – захныкал толстяк. «Возможно, наверху, халифа!» «Хорошо, этого хватит», – сказал Орландо, провел ножом по щеке. «Можно начинать». «Ты же сказал, что отпустишь меня!» «Я сказал, что, возможно, оставлю». Охранник втянул голову в плечи, покосился на дверь пыточной камеры. Оттуда доносится истошный булькающий вой, лишенный даже намека на человечность. Мужчина поежился и, не оглядываясь, попрелся в каморку, где ждет теплая похлебка и койка. В дни, когда палач вот так вот распаляется, лучше запереться и заткнуть уши, иначе неделю кошмара мучить будут. Глава 34. Орландо вышел из камеры, прикрыв за собой дверь и сжимая короткий нож. Оглядел узкий коридор, сложенный из массивных блоков, сплюснутых и почти сросшихся за века. Через равные промежутки, под потолком над дверьми, торчат бронзовые штыри с подвешенными масляными лампами. Света от них едва хватает разогнать липкий полумрак, пахнет сыростью, песком и глиной. Каждый шаг отдается сухим эхо, умирающим через пару метров. Орландо идет, опустив плечи, прислушиваясь до рези в ушах. За дверьми в основном тишина, лишь изредка позвякивают цепи, и слышится бессвязный шепот. В теле тягучая слабость, особо сильно отдающаяся в коленях и локтях. Парень часто останавливается, приваливается к стене и, зажмурившись, переводит дыхание. Но словит манящий аромат мяса и тушеных овощей из другого конца коридора. Там коморка охранника, о которой говорил палач. Следует наведаться. Франк остановился перед дверью, самой простой, окованной медными полосами с заклепками. Вместо ручки массивное кольцо, позеленевшее от времени, но в месте хвата блестящее и отполированное. На полу отчетливо видна дорожка, протоптанная в мягком камне за долгие годы. Орландо перехватил нож поудобнее для быстрых ударов в незащищенные доспехами глотки, рванул дверь на себя и влетел внутрь. Единственный охранник дернулся на стуле и выронил ложку похлебки на колени, воззрился на вторженца круглыми глазами и торопливо вскинул руки, распахнув ладони. «Где остальные?» – прорычал Орландо, приближаясь к нему. «И я тут один!» Голос у охранника тонкий и бесцветный, кожа бледная, как у европейца, ни разу в жизни не видевшего солнца. Но черты лица выдают жителя песков. Одет в льняную одежду, а с пояса свисает короткий меч, наподобие римского гладиуса. Рядом с ножнами толстая связка ключей, на столе перед ним деревянный поднос с краюхой хлеба, кувшином и глубокой тарелкой мясной похлебки. «Врешь!» «Клянусь небом! Я всегда тут один! Заключенных, считай, нет! А чтобы им разнести еду, хватит и меня одного! Палач и тот приезжий!» «Еду кто принес?» «Поваренок с кухни! Мне нельзя подниматься наверх! Гарнизонные говорят, что я их пугаю!» «Вот как!» Орландо оглядел комнату в поисках оружия. Ничего. Голые стены. В углу койка с соломенным матрасом и одеялом. Над ней узкая бойница, через которую просачивается холодный воздух, пахнущий остывающим песком. Вторая дверь закрыта на засов. Парень жестом велел снять с пояса меч и положить на стол, мотну головой на койку. Охранник мелко дрожа подчинился. Парень опустился на освободившееся место, проследил за охранником и, отложив нож, взялся за ложку и миску. Буркнул. «Не дергайся, я могу нашинковать тебя, прежде чем доберешься до двери». «Охотно верю», – пролепетал охранник. Первая ложка похлебки показалась самым вкусным, что Орландо ел в жизни. Желудок жадно задергался, ловя на риту новые порции лакомства, сдобренные кусочками хлеба и сладким напитком из кувшина. Закончив есть, откинулся на стуле, вытянув ноги, взял короткий меч, вынул до половины из ножен и вгляделся в отражение на отполированном металле. Лицо осунулось, глаза запали и в уголках углубились морщинки. Волосы свисают сальными комками, но за время в темноте к ним вернулся свет. Подбородок и щеки покрывает плотная обородка, в усах запутались крошки, концы сально блестят. Спрятав клинок, привычным движением подвесил на пояс, ножны царапнули по голой коже. Орландо запоздало осознал, что по-прежнему голый. Теперь ясно, почему охранник такой сговорчивый. Ешь, никого не трогаешь, а к тебе врывается голый мужик с ножом. Где мои вещи? Может на складе, я не знаю, он там, дальше по коридору. Охранник махнул на запертую дверь и отвернулся. Хорошо, веди ко второму фронку. Винченцо оказался прикован к стене, как собака, но одетый. Поднялся, когда дверь открылась, и захохотал, увидев Орландо. Я знал, что ты выберешься. Ни секунду не сомневался. А где этот жирный боров? Я ему покажу, как ногти рвать. Я ему уже все показал. Ответил Орландо, кивая на цепи охраннику. Сними с него. Мужчина подчинился, и вскоре Винченцо с ненавистью содрал с шеи обруч, швырнул под ноги, для верности пнул в угол и почти выбежал в коридор, порывисто обнял брата. Стражник остался в камере, неверно перебирая ключи и поглядывая на меч в руке бывшего пленника. Осторожно поднял руку и, помявшись, сказал. Ээээ, а вы можете меня связать? Ну и бросить на кровати, живым, пожалуйста. Охранник остался в каморке, связанной по рукам и ногам, не слишком жестко, но достаточно надежно. Братья вышли в коридор, ведущий к складу. Орландо идет впереди, с коротким мечом в руке, вслушивается в каждый шорок из боковых отверстий. У одной из дверей, за винтовой лестницей, остановился и неуверенно толкнул. Открылась широкая комната, заставленная бочками с копьями, етаганами и комплектами брони. Венчанца заглянул внутрь и фыркнул. Ну и кто ставит оружейный склад у тюрьмы? А если заключенные вырвутся, вот так, как мы? Не думаю, что в этих камерах до нас держали людей, умеющих обращаться с мечом, ответил Орландо. Да и на тюрьму не тянет, всего десяток комнат. Но все равно, лучше помоги искать одежду. Тут, знаешь ли, прохладно. Несколько минут поисков, и Орландо, довольно вскрикнув, достал свои штаны из мешка. Переодевшись, начал рыскать по складу в поисках шпаги. С каждой минутой, сатанея и, наконец, в ярости опрокидывая бочки, вырывая дверцы шкафчиков. Венчанца перехватил руку, когда Орландо собирался опрокинуть комод, забитый плащами и повязками. Прошептал, прижимая парис к губам и заглядывая в глаза. Тихо! Ты что, собрался всю стражу сюда приманить? Пусть приходит, огрызнулся Орландо. Может, хоть они знают, где моя шпага? Да ее халиф забрал, в конце концов, оружие непростое. Орландо шумно выдохнул носом, мотнул головой и отступил от комода. Оглядел учененную разруху и в сердцах сплюнул под ноги. Направился к выходу топча и дегана. Да постой ты! Окликнул Венчанца, подхватывая один из клинков и вывалившийся на пол плащ. Возьми нормальное оружие, а не эту щепку. Мне этого хватит. Мрачно ответил Орландо, остановившись в дверях. Пошли к халифу. А ты знаешь, где его покой? По дороге спросим. Молодой барон Борсл зябко передернул плечами, но последовал за братом, накидывая плащ и стараясь приладить гитаган на пояс. Глава 35. Коридоры крепости пусты и полны сквозняка. В окна заглядывает усыпанная звездами небо и край крепостной стены. Орландо идет с пружинистым шагом, держа короткий меч в опущенной руке. Венчанца оглядывается, приглаживая живот. Принюхивается, как пес вечером перед кармешкой. Звук шагов отскакивает от стен и потолка, убегает далеко вперед и за спины. Светильники потушены и в углах скапливаются чернильные тени, выплескиваются под ноги и стараются скрыть ступени. «А где все люди?» – прошептал Венчанца стискивает и ган. «Не знаю», – напряженно ответил Орландо. Замер и осторожно заглянул в боковой коридор. Пусто. В дальнем конце глухой тупик с узкой бойницей и лавкой под ней. Рядом бочка с одиноко торчащим дротиком. Подойдя ближе, взглянул на залитый лунным светом двор, башни напротив и кольцевые стены. В паре окон на той стороне горит свет. У ворот стоит караул из двух человек. Возле них горят жаровни. Приглядевшись, в трепетном свете раздуваемого пламени, разглядел, что один спит, оперевшись на копье. «А я ожидал, что мы будем прорубаться по узким коридорам, переступая через поверженных врагов», – вздохнул Венчанца. «Ну, знаешь, как в рыцарских романах». Не читал, буркнул Орландо. «Не до того, как это было». «А ты чем вообще занимался все эти годы?» «Тренировался?» «Убивал?» «Тренировался?» «Знаешь, как вернемся в родные края, я тебе покажу нашу библиотеку. Съездим на охоту, закатим пир. Послушаешь лучших министрелей, заживешь. А я что, не жив?» «Так разве это жизнь?» «Тебя почти тридцать, а из всех воспоминаний бойнее тренировки». Орландо полуобернулся и неловко улыбнулся. «Пожалуй, а почему бы и нет?» «Закончит с поиском Крааля, разберется с новым папой, с халифом и остальными врагами, да и отправится... жить?» На мгновение представил себя в кресле-качалке, укрытого шерстяным пледом и с книгой в руке, мотнув головой, прогоняя на вождение. Сначала дело. Спустя несколько минут Винчанца дернул плечом и пробурчал. «И все равно мне не нравится, что никого нет. Так хочешь драки? Нет, но это как-то настораживающе. Такая крепость. Да ты глянь на эти блоки, на стены, на их толщину. Такую никакой требушет не пробьет, а защитников нет. Непорядок». «Стена толстая не только для защиты», — сказал Орландо. «В этих краях даже у бедняков такие. Это от жары». «Я что-то сомневаюсь, что у бедняков они сложены из блоков размером с теленка. Коридор оборвался массивной дверью, окованной железом и толстенными петлями. Орландо толкнул и выглянул наружу. Оглядел каменную лестницу, ведущую вверх и вниз под острым углом. Стражников нет, никого нет». Поодаль возвышается основное здание дворца, соединенное с крепостной стеной узкими переходами и отпускающимися мостами-воротами на огромных цепях. При нужде защитники могут просто поднять их и засыпать нападающих градом стрел из бойницы башенок. Ветер приносит звуки музыки, со стороны казарм во внутреннем дворе едва различимый запах кальяна. «Развлекаются», – буркнул Винченцо. Вместо службы заперлись в казарме и веселятся. «Да я бы их на конюшне выборол воржами. Кочергой!» «Ты вообще на чьей стороне?» – прошептал Орландо, зыркая по сторонам. «Но нашей просто возмущен. Они ведь охраняют дворец правителя. У нас даже у захолустного дворянина, до которого никому дела нет, стража бдит круглые сутки. Ага, Восток иначе живет. Пошли, нам надо в замок». Прячась в тенях, поднялись наверх крепостной стены. Винченца охнул, глуповато распахнув рот и выпрямившись во весь рост. Крепость возвышается посреди исполинских барханов, куда не глянь песок. В темноте, похоже на застывшее море, ниже два кольца стен поменьше, сорвом и поднятыми мостами. А сама крепостная стена возвышается так высоко, что пока будешь падать в ров, успеешь проголодаться. «Матерь божья!» – выдохнул молодой барон верте головой. «Как же это?» «Зачем?» «Да», – протянул Орландо, «такую твердыню никто ж нормовать не будет с налета». «А зачем она здесь?» – выдохнул Винченца, нервно повел ладонью по лицу и волосам. «Она же ничего не защищает». «Что защищать в пустыне?» «Песок?» Полная луна зашла краем за самую высокую башню, просвечивая через бойницы и ажурную решетку на крыше. Орландо подбежал к ближайшему мостику вдоль зубцов, увлекая за собой брата. Пронесся через темную арку и вихрем промчался через дворик мимо раскидистого дерева. В полумраке ветви кажутся черными щупальцами, тянущимися к звездам и окнам. Парни плечом к плечу вломились в двойные двери, смяли задремавшего стражника. Винченца впечатал белолагу лбом в стену, проскочил над бессознательным и к лестнице. Орландо бежит вверх, перемахивая через две ступени, впереди и позади нарастает кома. Навстречу выбегают люди с копьями. Заспанные и удивленные. Парень отвел выпад в грудь основанием клинка, толкнул острие в стену и проскользнул мимо, оставив неудачливого врага на етеган брата. Загремел колокол, крепость начала полниться криками. Орландо прорывается через заслон стражи, вертясь волчком и уворачиваясь от атак. Короткий меч смазывается, высекает искры из доспехов и клинков. Смачно хрястоет, лестница полнится стонами и глухим стуком падающих тел, скатывающихся под ноги венчанца, отступающего и отбивающегося от наступающих сзади. Етеган рассекает воздух, отбивает выпады коротких копий. В один момент вырвались в широкий коридор, усланный ковровой дорожкой, и переглянувшись побежали по ней. Дверь только одна в конце. При их приближении, она тяжело открылась наружу и высунулась светловолосая голова мальчишки. Красс охнул, торопливо распахнул створку. Братья вбежали внутрь и начали закидывать дверь мебелью. Первым поперек прохода рухнул массивный шкаф, звонко хрустнул стеклянными дверцами. В дверь заколотили, начали бить плечом, но толстое дерево даже не скрипнуло. Орландо развернулся по волче, оглядывая комнату, огромные ковры на полу, ворох подушек и огромная ложа с балдахином и стол, заваленный едой для целой армии. Привел взгляд на Красса. Мальчишка одет в золоченый халат из изумрудного шелка, на ногах тапочки. Волосы собраны в хвост и заткнуты золотым зажимом. Привет! Протянул Красс, поднимая руку. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас рублем, кто спонсирует нас через Патреон или кто становится спонсором нашего канала на Ютубе. Это невероятно помогает нам в нашем творчестве. Хочу выразить огромную признательность всем, кто откликнулся и поддержал наш труд. Только благодаря вам мы можем дальше радовать вас нашим творчеством. Субтитры создавал DimaTorzok